Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 июля 2017 года, вторник, по одному из старинных, 24-й день месяца получения даров природы, 7525 лета, четверик. Начинаем живой эфир, который будет посвящён теме «Влияние даты рождения на судьбу человека» и расскажет нам об этом «Влияние». Игорь Селенок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! Скажи, пожалуйста, прежде чем, наверное, тему как-то начинать раскрывать, мне интересно, ты к этому как пришёл, чем ты вообще по жизни занимаешься, и почему эта тема, на твой взгляд, должна сегодня в эфире быть освещена, раскрыта и, может быть, даже каким-то образом для кого-то она будет какой-то новой такой, которая поможет разобраться с чем-то в жизни. Итак, немножко о себе для начала, как характерился до жизни такой, ну и почему такая тема. Предоставляю тебе микрофон. Благодарю. Приветствую всех радиослушателей. Всем здравия. Ну, прежде всего, тема влияния даты рождения на судьбу, на характер человека и, в принципе, на Личность, она достаточно актуальна была и для меня в моё время, поскольку я долгое время уделил своей жизни тому, чтобы понять, а для чего же я вообще пришёл, для чего, в принципе, приходят люди. Задаваясь такими вопросами, я изучал психологию, я изучал различные философские труды, конфессиональные труды и в какой-то степени приходил к каким-то ответам на том или ином этапе своего развития. И однажды я, будучи в Москве, познакомился с человеком, которого я сейчас считаю своим учителем и даже наставником. Собственно, этот человек, буквально глядя на дату моего рождения, рассказал мне обо мне ну, несколько раз больше, чем я, как бы это странно ни звучало, имею представление о себе. Он рассказал о каких-то нюансах, некоторых особенностях, рассказал в целом о качествах характера. Кроме того, ещё и прошёлся по периодам моей жизни, достаточно точно попадая в эти периоды. Разумеется, это не могло меня оставить равнодушным, поскольку человек, которого я видел в жизни впервые, достаточно точно всё описал. меня это прям зацепило, честно скажу. И впоследствии я начал посещать мероприятия, начал изучать. Было это в 2013 году. Если говорить обо мне в целом, то занимаюсь я, помимо астрологии и консультирования в этой области, телесно-ориентированной терапией, массажем, ну, так сказать, оздоровлением людей, ну и организацией мероприятий в этом направлении. И, как я уже сказал, я задавался вопросом поиска себя, своего предназначения. На самом деле достаточно актуальный вопрос. Мне не хотелось, как многим людям, встретить, скажем так, свою старость, так и не поняв, для чего же вообще я пришёл, занимаясь каким-то непонятным для себя делом. Просто ради того, что необходимо работать, как-то существовать, зарабатывать себе на жизнь, ну и так далее. И благодаря этим знаниям мне удалось и удаётся раскрывать свой потенциал всё глубже и глубже. И за это я благодарен как непосредственно учителю Анатолию Васильевичу Шмульскому, так и в целом Вселенной, которая преподнесла мне такой счастливый случай повстречаться с этим. Удивительным человеком. Ну вот вкратце… Вот такая краткая автобиография. Понятно. Хорошо. С тобой, в общем-то, кое-что просматривается, кое-что становится ясным. Теперь давай разберёмся с темой. Влияние даты рождения на судьбу человека. Значит, тебя поразило, что человек, который первый раз тебя увидел, так много тебе рассказал. И тебе захотелось проверить, а не шутка ли это, не розыгрыш ли. Дай-ка я посмотрю, а как же он всё сделал. Да, и вот так вот ты начал в этом разбираться. Да, именно так, при том, что это было на открытом мастер-классе. И не я был участником такого масштабного, скажем так, розыгрыша. Не один я был поражён. И это действительно достойно внимания. Я считаю, что это достойно внимания каждого человека изучать прежде всего себя для того, чтобы понимать, как более гармонично можно в этом мире проявляться. Поскольку Вселенная, она общается с нами, общается посредством чисел. И если обращаться к Писаниям, то говорится так, что числа — это язык Вселенной. Нам раздают различные подсказки для того, чтобы мы могли более гармонично и целостно реализоваться в этом воплощении. И, разумеется, если мы обращаемся к таким наукам, как астрология, нумерология, хирология или она же хиромантия, то для начала необходим идентификатор имя и дата рождения человека. На каждого человека влияет девять планет. И каждая из этих планет несёт ряд характеристик. В зависимости от того, в каком умонастроении будет развиваться человек, эти характеристики могут срабатывать тем или иным аспектом. Ну, так обозначим, благоприятно или менее благоприятно непосредственно для жизни человека. Но каждая планета несёт за собой ещё и ряд качеств, которыми наделяется Личность. И как раз-таки благодаря этим качествам человек может более грамотно развиваться в этом мире. Потому что сама природа заложила в него эти качества. Сама природа вдохнула в него ту самую нотку таланта. Ведь не бывает неталантливых людей. Каждый человек в чём-то талантлив. Вопрос стоит только в том, насколько он его развивает или какие таланты он развивает. если говорить немножко больше о теме астрологии, то астрология, как наука, она необходима нам для того, чтобы прежде всего выявлять причину неудач в нашем прошлом. также с помощью астрологии мы можем оптимизировать наш потенциал и формировать тактику поведения в настоящем для того, чтобы достигать более высоких результатов в будущем. При этом ещё и нивелировать какие-то неблагоприятные события. поскольку карма человека она устроена таким образом, что мы все в этом мире испытываем какие-то переживания. Конечно, мы придаём этим переживаниям различный окрас. С нашей точки зрения мы считаем, что что-то в этом мире может быть, так сказать, не очень честно либо не очень справедливо. Но фактически каждому человеку предначертана своя судьба и как раз таки дата рождения и позволяет выявить эту судьбу человека. Дата рождения показывает, какие влияния каких планет на человека отражают его сознание и уже с его сознанием, которое ему дано, как он будет в тот или иной период принимать решения, руководствоваться и так далее. И посредством этого консультант может сделать определённые выводы относительно Личности и, собственно, дать те или иные рекомендации. Исходя из этого, задача астролога не заключается в том, чтобы просто рассказать человеку о прошлом, настоящем и будущем. заключается она в том, чтобы выявить у человека те нюансы жизненные, посредством которых он совершает ошибки и уже непосредственно дать те рекомендации, которые бы максимально благоприятно поспособствовали его развитию непосредственно в настоящем и будущем. И если разобрать тему даты рождения с позиции того, как это может повлиять на будущее поколение, на ребёнка, то в древности люди всегда обращались к астрологам для того, чтобы выбрать более благоприятный период. специалист в этом деле всегда давал какие-то рекомендации, какие необходимо сделать аскезы либо посты для того, чтобы человек мог накопить жизненную энергию и тем самым привлечь в свою семью более благочестивую душу. Ту душу, с характером которой он впоследствии мог бы уже совладать в моменты воспитания. Поскольку люди в принципе делятся на четыре психотипа, и каждый из этих психотипов необходимо учитывать в своём, собственно, развитии и своём предназначении. И если психологически человек, будучи ремесленником, не может вытянуть руководителя, соответственно, ему будет достаточно тяжело в воспитании такого ребёнка. Соответственно, люди обращались к астрологам для того, чтобы подобрать более благоприятную дату, получить какие-то рекомендации для накопления энергии и тем самым привлечь более благочестивую душу. И уже впоследствии, когда душа воплощается, непосредственно происходит рождение, можно было составить дополнительный гороскоп для того, чтобы понимать, какие же у этого человека будут особенности, каковы его сильные либо слабые стороны, и над чем необходимо поработать родителям в моменты воспитания и впоследствии уже какие рекомендации дать непосредственно ребёнку, закладывая их через воспитание. Ну, если вот так вкратце обозначить, таким образом мы получаем целый богатый спектр того, как это может влиять на личность. В целом можно немножечко пройтись по качествам планет, насколько это будет интересно радиослушателям. Давай пройдёмся. Я единственное предупрежу, что по договорённости у нас где-то полтора часа общего времени, так что если будут какие-то вопросы, не затягивайте, задавайте сразу. Это я радиослушателям и нашим зрителям канала Ютуба. С удовольствием отвечу на все вопросы, поэтому, конечно, задавайте. Что касается качеств планет, то, в принципе, в ведической культуре выделяют девять основных планет. Первая планета — это Солнышко. Солнышко — это планета, которая даёт качеству человеку организаторского потенциала, боевой дух, спортивный дух. Человек, рождённый под планетой Солнце, может очень хорошо выстраивать коммуникативные процессы на производстве. Этот человек может очень, так сказать, стратегически планировать какие-то моменты, видит на несколько шагов вперёд. человек, который сильно не ведётся на тему эмоций, он может держать их в какой-то степени под контролем, но крайняя степень невежества такого человека будет гордыня и гнев. Высшая же степень — это максимальная ответственность, забота о слабых и создание благоприятных условий для того, чтобы люди могли, ну так сказать, реализовываться. Солнышко — это мужской аспект, также олицетворяет отца. Ну и, собственно, наши взаимоотношения с отцом всегда показывают те качества, как же будет благоприятствовать нам солнце, либо, наоборот, создавать нам некоторые проблемы в жизни, тем самым напоминая о том, что необходимо какие-то вещи всё-таки учитывать, поскольку этот мир, он с нами общается, мы живём в очень живом, динамичном мире. И если понимать эти знаки, то очень хорошо можно корректировать своё поведение, очень хорошо можно принимать какие-то, ну так сказать, корректировки для построения своих целей на будущее. Следующая планета — это Луна. Луна — это всегда материнский аспект, и, соответственно, в том числе она курирует тему взаимоотношений с матерью и тему взаимоотношений в принципе с противоположным полом. Луна отвечает за женственность, Луна отвечает за заботу, за уют. И человеку даёт очень хорошее качество интуиции, если же человек развивается в благоприятном умо-настроении. В противном случае Луна даёт беспокойство, мнительность, постоянные сомнения и часто даже вплоть до каких-то психологических расстройств. Так, немножко вкратце о Луне, что ещё можно добавить? Всегда тема взаимоотношений курируется, и показатель отношений с нашей матушкой всегда будет показателем отношений с противоположным полом. Те претензии, которые мы предъявляем к нашим родителям непосредственно, всегда будут проецироваться в нашу жизнь. Матушка как раз-таки курирует тему взаимоотношений и то, как мы смотрим на неё, точно такими же претензиями мы будем впоследствии смотреть на своего избранника либо избранницу. Следующая планета — это Юпитер. Юпитер отвечает за образование. Юпитер — это планета, которая даёт человеку очень сильный интеллект, информационный голод. Такой человек, как правило, любит обучаться. Если же опять он находится в высоком умонастроении, соответственно, принятие переваривание и уже передача знаний — это основная задача человека, рождённого под Юпитером. Кроме того, если же человек не соответствует, так сказать, своему предназначению, то каждая планета будет, опять же, давать ему ряд нюансов по жизни для того, чтобы понимать, для того, чтобы он понимал, что движется он не туда. Также Юпитер отвечает или даёт человеку высокодуховные направления. Чем выше человек будет развиваться, тем более будет способствовать ему Вселенной для развития и передачи тех самых знаний. Ну, разумеется, есть и другая сторона медали. Люди могут развиваться в деструктивном направлении. В этом же направлении Юпитер всегда даст человеку завышенную гордыню, сложность в принятии авторитетов. И часто даже проблемы с этим связаны, это непосредственно образовательный процесс, потому что человек, которому сложно принимать авторитет, ему, в принципе, сложно обучаться. Для него иногда даже непонятно, для чего непосредственно там обучение. и собственно такому человеку необходимо как рекомендация прежде всего проработать вопрос с отцом, но и впоследствии найти учителя либо наставника, рекомендации которого бы действительно он мог выполнять, тем самым бы он гармонизировал так сказать влияние Юпитера. И следующая планетка это тонкоматериальная планета, что значит тонкоматериальная? Физического тела как такового она не имеет. Планета называется Раху на санскрите. И Раху даёт человеку, так как это тонкоматериальная планета, Раху даёт человеку те самые тонкоматериальные качества, проницательность, наблюдательность. Человек посредством или под влиянием Раху может учиться во снах, как правило, этим людям, снятся потрясающие сновидения, яркие, красочные, очень часто вещи. И если этот человек будет развиваться в высоком умонастроении, в благости, то соответственно Раху будет покровительствовать в этом направлении, он будет также давать сильную интуицию, будет давать проницательность. Такой человек, как правило, схватывает просто на лету какие-то нюансы, либо очень дотошно подходит и докапывается до каких-то нюансов для того, чтобы все учесть. Для него это очень важно. Но если же человек будет развиваться в негативном аспекте для себя и этого мира, Раху создаёт глобальные проблемы, постоянно подшучивает над этим человеком. У такого человека по жизни всё строится таким образом, что он прикладывает большое количество усилий для того, чтобы дойти до какого-то результата и в какой-то момент резкое падение. И примерно вот таким зигзагом устроена его жизнь. Долгий-долгий-долгий путь к тому, чтобы чего-то добиться и резкое падение. Долгий путь к достижениям и вновь резкое падение. Таким образом человека Вселенная направляет. Направляет нас, конечно же, всегда к тому, чтобы мы понимали о том, что этот мир, в который мы пришли, он живой, он с нами общается, и общается он посредством различных знаков жизненных ситуаций. И всё это ведёт, разумеется, к тому, чтобы мы научились принимать прежде всего свою карму, научились принимать Творца в этом мире, поскольку если же мы принимаем эти аспекты, то в первую очередь приходит понимание, как правило, человеку даются откровения, для того, чтобы ему было более понятно, о чём с ним говорит эта Вселенная, человеку посылаются учителя, для того, чтобы разъяснить какие-то жизненные ситуации. Вопрос лишь того, насколько мы заинтересованы в том, чтобы открыться этому, открыться и, собственно, принять учителя, принять божественное начало, и понимание божественного начала, оно всегда говорит о том, что мы принимаем нашу судьбу, мы не боремся с ней, не состязаемся, но мы и не бездействуем, мы находимся в принятии благодарности и продолжаем наши действия, прикладывать усилия для того, чтобы сделать этот мир несколько лучше, теми качествами или благодаря тем качествам, которыми нас наделила природа от рождения. Возвращаясь к Раху, я также могу сказать, что если человек развивается в негативном умонастроении, то, собственно, и будет замечать он только негативные проявления в этом мире. Только негативные проявления. Следующая планета Меркурий, это очень динамичная и живая планета, это очень коммуникабельные люди, они чувствуют какие-то живые проекты, чувствуют выгодные проекты, очень хорошо могут налаживать связи, могут сводить людей, выявлять какие-то полезные контакты. Это распределители, люди распределители ресурсов, если можно так выразиться, живот нашего общества. Люди, которым покровительствуют Меркурий или меркурианцы, очень общительные, как правило, очень общительные, любят путешествовать, это люди в большей степени связаны с продажами. И часто таких людей, поскольку Меркурий даёт им некоторую подверженность к азарту, часто таких людей Вселенная провоцирует на какие-то не очень законные дела. Человек, который, разумеется, подаётся на такую провокацию, как правило, встречает различного рода подставы в своей жизни. И опять же, это даётся для того, чтобы прежде всего человек осознал своё начало, осознал, для чего он в этот мир пришёл, поскольку азарт — это всегда энергии страсти, это всегда временные, а часто даже разрушающие плоды. И если мы впадаем в эту зависимость, то, разумеется, встречаем в один момент разочарование, поскольку в страсти мы перестаём учитывать очень многие моменты, очень многие нюансы и детали. Следующая планетка — это Венера. Венера — это планета, которая даёт человеку качество вкуса, вкуса приукрашать этот мир, делать его более ярким, делать его более сочным, делать его более цветным каким-то. Это люди, которые творчески обладают очень сильным потенциалом. часто таких людей тянет на танцы, какое-то проявление творчества в живописи, бывает в письменности, ну и так далее, в том числе в музыке. это люди, которые в том числе имеют хорошее качество передачи и накопления знаний. В высоком проявлении это очень активные, динамичные люди, они прям светятся, как правило, они выглядят значительно моложе, значительно моложе, постоянно привлекают противоположный пол, и в этом и заключается одна из основных проработок такого человека, которому покровительствует Венера, поскольку Венера даёт человеку вектор как раз-таки эмоционального направления в области сексуальных взаимодействий. Поэтому такой человек более привлекателен для противоположного пола, он очень легко вступает в отношения, но, как правило, если ведёт себя негармонично, то, разумеется, получает соответствующий результат. Если же Венера развивается в высоком умостроении, то это человек, который очень-очень привлекателен и человек, который будет гармонично вести себя в обществе, человек, который будет улучшать отношения, в том числе наделён проницательными качествами. Но если же Венера развивается в деструктивном умонастроении, то такой человек будет постоянно находиться в векторе вожделения, постоянно будет искать какие-то возможности для того, чтобы удовлетворить свои чувства, такой человек может впадать в зависимость от пищи, различных интоксикаций, сна, лень будет присутствовать в жизни этого человека или даже доминировать в жизни этого человека. Ну и различные дополнительные нюансы, которые по Венере, так чтобы глубоко не копать эту тему, тем не менее различные нюансы, связанные со взаимоотношениями, будут в его жизни проявляться в качестве напоминания о том, что он идёт в деструктивном направлении. И следующая планетка — это Кету. Кету, так же, как и Раху, тонкоматериальная планета. И если Раху это достаточно деятельные люди, то люди, которым покровительствуют Кету, они могут быть несколько пассивны. Они как будто бы находятся в двух мирах. Это люди, которые в прямом смысле слова зависают и тем самым вызывают часто непонимание со стороны окружающих. но всё благодаря тому, что эти люди очень плотно или очень крепко связаны с тонкими энергиями этого мира или, если можно так выразиться, с биоэнергоинформационным полем, с творцом. Это люди, которые очень тонко чувствуют. Люди, как правило, чувствуют, когда им врут. Это люди, которые чувствуют, интуиция у них проявлена очень сильно. Понимают, стоит ли ввязываться в какой-то проект, либо это неблагоприятно для них может завершиться. Ну, беда такого человека заключается в том, что, как правило, он не слушает интуицию. Особенно на ранних этапах амбиций у людей, которым покровительствует кету, как правило, очень много, но также много и лени, и для этого человека очень важно заниматься какими-либо духовными практиками, поскольку посредством этих практик он сможет успокаивать свой ум и тем самым более глубоко соединяться с информационным пространством, соответственно, это уже даёт огромные плоды для развития в обществе. Люди, которым покровительствуют кету, также наделены колоссальным талантом, очень разносторонний творческий потенциал, это люди с гениальными идеями, как правило. Единственный нюанс заключается в том, что не всегда им хватает реализации этих идей, не хватает им энергии, но благодаря тому, что они притягивают людей, которые могут помочь им в реализации, они могут воплощать свои идеи как раз таки в жизнь. Важным для кетурианцев, для тех, кому покровительствуют кету, является то, что идеи должны быть обязательно направлены на созидание и ни в коем случае не направлены на разрушение. также вкратце можно добавить, что люди, которым покровительствуют кету, они могут находиться либо в умонастроении божественном, соответственно, в этом случае они принимают и божественное начало, они принимают все жизненные ситуации, как те, которые даются им непосредственно для развития и для углубления их практики. В низком умонастроении как правило это атеисты, которые совершенно не принимают ничего в качестве какого-то божественного начала либо потенциала, все логически могут обосновать, очень сильные логики, очень сильные схемщики постоянно выстраивают какие-то схемы, но как правило в низком умонастроении эти схемы не то, что не срабатывают, а не срабатывают для них негативным аспектом. И следующая планетка это планета Сатурн. Сатурн также достаточно интересная планета, поскольку память у этих людей как правило очень сильная, но вот кроме того, что сильная память, у них еще и достаточно сильная сильно проявлена обидчивость. Эти люди как правило запоминают то, что им кто-то когда-то сделал больно. Они могут вспомнить это в подробностях, долго вынашивать какую-то идею по отношению того, что меня обидели, иногда даже в крайней степени могут и отомстить лет через 20. но, разумеется, это не самый благоприятный исход для их жизни, поскольку мы-то в жизни встречаем те ситуации, которые необходимо нам встретить, которые необходимо пережить. Так сказать, каждый человек, которого мы встречаем в своей жизни, является непосредственно зеркалом для нас, зеркалом, которое отражает наш внутренний мир, наше внутреннее умонастроение и состояние. И если же мы хотим очистить это зеркало, то, разумеется, мы не встречаем ничего хорошего, поскольку невозможно очистить наше отражение. Мы можем сколько угодно стоять у зеркала с моющими средствами и натирать его до блеска, но если пятно от ручки либо от какого-либо соуса или от помады находится у нас на щеке, то прежде всего необходимо вытереть свою щёку, а уже потом смотреть в отражение. И посредством таких зеркал Вселенная с нами общается, она посылает нам именно тех людей, вибрации которых схожи с нами. И здесь очень хорошо работает закон «подобное притягивает подобное», поскольку действительно мы притягиваем именно тех людей, которые максимально благоприятно будут отыгрывать нашу собственную карму и соответственно помогать нам развиваться в духовном направлении. Если же мы принимаем эту историю, то соответственно мы развиваемся и каждый последующий урок будет для нас уже намного проще. Если же мы не принимаем эту историю и боремся с кармой, постоянно меняем партнёров, ссоримся с начальством, ссоримся с родителями, Вселенная будет всё жёстче и грубее отыгрывать нашу карму посредством тех Личностей, которыми мы окружены. Возвращаясь к Сатурну, что можно добавить? Сатурн, как правило, это планета, которая даёт человеку очень доброе сердце. Это очень отзывчивые люди, которые хотят помогать ближним. Как я уже сказал, сильная память, но при этом ещё достаточно сильная обидчивость. Это люди, которым нужно научиться прощать. А как мы можем научиться прощать? Один эффективный метод говорит о том, что прежде всего нужно попросить прощения у человека, который нас обидел. Многие, конечно, могут возмутиться, но как это меня обижает, почему я должен просить прощения? Оказывается, всё так интересно устроено, что люди нас обижают только по нашей же вине. Фактически, мы встречаем какого-либо человека, будь это наши родители, какие-то знакомые, друзья, коллеги и так далее, неважно. Мы встречаем какого-то человека, человека, и наше сознание устроено таким образом, что мы автоматически наделяем этого человека какими-то качествами. Мы его наделяем, дорисовываем какие-то качества, и впоследствии уже ожидаем от него тех или иных поступков, в зависимости от того, чем же мы разукрасили этого человека. Но так как все мы живые, мы не роботы, мы все имеем определенные качества характера, мы все имеем свою собственную жизнь, собственную карму, разумеется, каждый человек начинает вести себя в соответствии со своей какой-то природой, в соответствии с какой-то жизненной ситуацией. И очень часто это расходится с тем, чего мы ожидаем. Это и провоцирует обиду. Но фактически это мы приукрасили этого человека, фактически мы наделили его какими-то далеко не всегда присущими ему качествами или теми качествами, которые он не может сейчас проявить в этой ситуации по той или иной причине. Как следствие мы обижаемся. Но как вы видите, здесь достаточно понятно, что за каждой обидой кроется наше собственное очарование, наше ожидание, ну и как следствие разочарование. Поэтому первое, что я бы рекомендовал делать любому человеку, и тем более тому, на кого влияет Сатурн, это просить прощения у тех, кто нас обижает. В жизни мы встречаем огромное количество очень тяжелых ситуаций, у каждого свои ситуации, но понимая природу божественного проявления, мы прежде всего можем решать эти ситуации максимально благоприятным образом. Кроме того, Сатурн наделяет человека достаточно ну так сказать упёртостью. Этот человек, если он решил что-то, то с ним спорить практически бесполезно. Но это же качество даёт человеку и возможность достигать, потому что если он видит свою цель, какова бы ни была его цель, он будет очень долго совершать какие-то действия, прикладывать усилия в достижении этой цели. И соответственно рано или поздно он всё-таки достигнет. Сатурн это такие бульдозеры нашего общества или нашего времени. И в завершении девятой планеты является Марс. Свойства и качества Марса они очень схожи с качествами Солнышка. И Марс также наделяет своего того человека, кому он покровительствует очень хорошим боевым духом, спортивным духом, потенциалом организаторским. Такой человек, как правило, может легко высказывать свои мысли. Такой человек очень легко и просто общается со старшими, с представителями власти. Этот человек чувствует в себе потенциал. Сражаться с таким человеком практически бессмысленно, поскольку в результате такой войны в любом случае будет победа за Марсом. Марс это планета, которая дает сражение и дает победы. Это человек, который наделен покровительственными качествами и ему очень нравится, когда к нему обращаются младшие за помощью. Ну, если же, конечно, не переусердствовать. Это человек, которому в том числе нравится заботиться. Достаточно наивные люди, но наивные они по какой причине? Просто они этот мир воспринимают так, как бы они поступили сами. и если он считает, что так правильно, то значит так правильно. Он того же в принципе и ожидает от других. Часто, конечно, они могут посредством этого встречать разочарование в своей жизни, но тем не менее Марс наделяет человека качествами достижения. Такой человек долго плакать не будет, даже в случае поражения. Он быстро встанет, вытрется, отряхнется и пойдет дальше. Какие отличия Солнышка и Марса? Солнышко дает человеку иногда дает человеку некоторую неуверенность, неуверенность в конечной цели. И для солнечного человека важно, чтобы ему извне давали вдохновение на достижение. в этом случае солнечный человек может просто свершить горы и добиться любого результата. Для человека, которому покровительствует Марс, это не очень обязательно, поскольку этот человек твердо знает, куда он идет, он четко уверен в своих целях и действует он именно таким образом, чтобы достичь своей цели максимально близко с минимальными затратами. Это, как правило, глубокомысленные люди. В данном случае речь идет о тех людях, которые в более высоком умонастроении. Если же человек находится в невежестве, то в этом случае это будет очень гневливый человек, и вместо того, чтобы защищать слабых от боли, собственно, это предназначение человека, которому покровительствует Марс, он может являться причиной той самой боли, что, конечно же, расходится с его предназначением, и в этом случае Вселенная будет максимально четко и конкретно давать понять этому человеку о том, что он движется не в том векторе. Вот так вот вкратце немножечко о планетах, которые, собственно, мы учитываем в момент анализа даты, в момент диагностики человека, который к нам обращается. Что еще можно добавить? Ну, возможно, может перейти к вопросам. Хорошо. Благодарю тебя, очень интересно рассказал. У меня такой вопрос. Что отдаст человеку информация о том, под какой он родился звездой, Луной, планетой, и так далее. Что это ему дает в жизни? Как он это может применить? Прежде всего, понимание своей природы дает нам, ну, так сказать, понимание того уровня, к которому мы принадлежим, того уровня или диапазона реализации нашего потенциала, поскольку есть для каждой планеты, для каждого психотипа в том числе, даются определенные рекомендации, как человеку вести себя в обществе, как ему проявляться в семейных отношениях, каким образом человеку выстраивать отношения. Человек также может посмотреть благодаря этому на то, какого лучше партнера к себе подобрать в качестве построения семейных взаимоотношений, поскольку если разница в дружбе планет, если разница в этой дружбе планет очень велика, то таким людям придется прикладывать достаточно большое количество усилий для того, чтобы выстраивать отношения, поскольку понимание их находится на совершенно разных диапазонах. И когда человек понимает или узнает какая же планета ему покровительствует, какие у него есть более глубинные качества, он в том числе может более грамотно реализовываться в социуме, в деятельности, то есть занимаясь тем трудом, который не просто приносил бы ему деньги, а который был на уровне хобби, то есть занимаясь своим трудом с любовью, который еще впоследствии и был например достаточно хорошо оплачиваемый. То есть здесь достаточно богатый спектр. Кроме того, построение понимания вот этой природы дает возможность нам грамотно строить отношения в принципе с людьми в социуме, понимая свою природу, понимая природу окружающих нас людей, мы можем более адекватно с ними общаться и понимать почему же те или иные качества проявляются в этом человеке. Когда мы смотрим на планеты, становится все на свои места и как таковых претензий даже не возникает. Более эффективно распределять задачи среди сотрудников и компаньонов например в том числе ну либо собственно реализовывать свой какой-то потенциал. Если говорить о практичности этих знаний, то эти знания практичны во все времена. Неважно это было 5000 лет назад или 5000 лет в будущее, ну в том числе и в наше время. Хорошо. Давай теперь к вопросам перейдем Народное Славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров Корректор А.